Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всегритая. Ну что ж, сегодня у нас будет просто эпическая битва двух смартфонов. Xiaomi Redmi 5, обалденный, шикарный бестселлер 2018 года в бюджетном сегменте, потому что конкурентов нет. И новинка от компании Samsung Galaxy J6. Вот он, друзья, бюджетный смартфон, по мнению компании Samsung, широкоформатным дисплеем, который стоит чуть больше 200 баксов. Да, это бюджетный смартфон, по мнению компании Samsung. Ну что, друзья, конечно же, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину фишки.я, который предоставил данного Samsung на обзор и на сравнение. Поэтому, друзья, ссылочка будет в описании. Ну что ж, если вам интересны данные сравнения, данная битва, садимся поудобнее и погнали! Дисплей оба смартфона получили HD+, матрицы, а вот диагонали и технологии разные. Xiaomi Redmi 5 получил 5,7-дюймовую IPS-матрицу. Galaxy J6 имеет 5,6-дюймовую Super AMOLED-матрицу. Понятное дело, более компактный Galaxy J6. Да, у него и рамки поменьше, но пластиковый полностью корпус. Ну что ж, оба смартфона демонстрируют хорошую максимальную яркость. Минимальная яркость ниже на Redmi 5. Galaxy J6 демонстрирует суперконтрастную, вырвиглазную картинку, которая многим нравится. В Redmi 5 всё будет поспокойнее, более естественно. Чёрный цвет лучше на Galaxy J6, а вот белый цвет однозначно лучше на Redmi 5, у которого он далеко не идеальный, но по сравнению с Galaxy J6 всё немножко лучше. Ну и самое главное, это конечно же пиксели. Лучше дела с этим обстоят на Redmi 5. Да, их можно увидеть, но они не так сильно бросаются в глаза, как на Galaxy J6, у которого, к сожалению, с этим есть проблемы, ввиду Super AMOLED-матрицы, так называемый Pentile. Поэтому чёткость картинки будет лучше на Redmi 5. Звучание. И знаете, здесь всё просто. Основной мультимедийный динамик громче, чётче и немножко, скажем так, объёмней, если это можно так назвать, это Xiaomi Redmi 5, потому что здесь хороший, адекватный мультимедийный динамик, к которому претензий нет. Вообще нет. Samsung Galaxy J6, да, имеет в принципе неплохую громкость, но у него очень сильно завышены, скажем так, высокие частоты, и он иногда пищит. Да, такое бывает на максимальной громкости, кто разбирается, тот, наверное, знает. А также громкость здесь, понятное дело, немножко тише, поэтому мультимедийный динамик круче на Redmi 5. Вот так вот, друзья. Мультимедийные динамики, это, конечно же, круто, вот звучание в наушниках здесь, по сути, плюс-минус одинаковое. Особое какое-то, кардинальное, весомая разница я не заметил. Разговорные динамики здесь тоже отличные и, по сути, одинаковые, потому что шикарная громкость, шикарное качество. Вообще претензий нет. Как звонилка, что один, что второй смартфон показывает себя, конечно же, нормально. Производительность Redmi 5 получил Snapdragon 450, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной и работает на Android 7.1.2. Samsung в качестве процессора получил проц собственной разработки Exynos 7870 и работает на Android 8.0. Ну что ж, в повседневных задачах они показывают плюс-минус одинаковый результат. Redmi 5 буквально чуть-чуть быстрее. Так что, друзья, вот смотрите спид-тест и оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С игрушками все вообще предсказуемо. Redmi 5 это король бюджетного гейминга. Все игры работают на высоких настройках без проблем. Galaxy J6, к сожалению, может похвастаться только низкими настройками в требовательных играх. Ну что ж, в танках Xiaomi Redmi 5 выдает 35-55 FPS на высоких настройках. Galaxy J6 показывает 45-60 FPS, но, к сожалению, только на низких настройках. Сканер отпечатков пальцев безоговорочно лучше на Redmi 5. Он, во-первых, и удобней, и быстрее. Galaxy J6, к сожалению, демонстрирует очень унылую скорость, но у него есть разблокировка по лицу, которая тоже работает медленно. Автономность Redmi 5 получил банку на 3300 мАч. Galaxy J6 только на 3000. Отмечу, что Redmi 5 поддерживает зарядку 5 Вольт 2 Ампера, а J6 только 5 Вольт 1 Ампер. Соответственно, Redmi 5 заряжается гораздо быстрее. На деле при средней нагрузке оба смартфона показывают 1,5-2 дня, и это хорошо. Ну что ж, тесты, и знаете, тут все очень интересно. Видео на максимальной яркости. Фильм, скачанный на смартфон без интернета. Xiaomi Redmi 5, 9 часов. Galaxy J6, 16 часов 45 минут. Офигеть. Игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. Xiaomi Redmi 5, 10% заряда уходит за 30 минут. Galaxy J6, 10% уходит за 36 минут. Да, это круто. Как видите, разница в тестах очень значительная, но на практике оба смартфона плюс-минус одинаково живут. Камеры Xiaomi Redmi 5 получил основную камеру на 12 Мп и фронталочку на скромные 5 Мп. Galaxy J6 получил основную камеру на 13 Мп с диафрагмой f1.9 и фронталочку на 8 Мп, у которой тоже диафрагма f1.9. Ну что ж, если вкратце, то детализация лучше на Galaxy J6. А вот работа HDR мне больше нравится на Redmi 5, потому что зачастую Galaxy J6 показывает картинку хорошую, но, к сожалению, очень много засветов. Субтитры сделал DimaTorzok При плохом освещении зачастую Galaxy J6 показывает себя лучше. Но, как вы понимаете, разница очень даже незначительная, а вот разница в стоимости очень существенная. Я думаю, тут все очевидно. Так что, друзья, оценивайте и пишите свое мнение. Фронтальная камера мне больше понравилась на Redmi 5. Да, у нее угол обзора меньше, но качество лучше и при нормальном освещении, и при плохом. Ну что ж, друзья, подводить итоги мы не будем, потому что каждый для себя сделает сам выбор, подведет итоги, что ему нравится, что ему не нравится, что ему надо, и какой смартфон вообще он хочет покупать. Пластиковый дорогой Samsung Galaxy J6 или китайский, потому что многим не нравятся китайские смартфоны. Xiaomi Redmi 5, который у нас имеет довольно-таки неплохой корпус, у нас есть здесь алюминий, он стоит в два раза дешевле. Но это же не Samsung, как бы не так уж сильно это прикольно, не солидно, потому что Samsung это же солидно. Ну, как-то вот так, наверное, все думают. В общем, друзья, каждый решает для себя, какой смартфон вам нужен. Что один, что второй смартфон, скажем так, нормальный. Все, конечно же, зависит от стоимости, потому что для одного человека 100 баксов это, ну, это деньги, для второго 200 баксов это, фу, фигня, я на чай больше оставляю, потому что все зависит от вас, друзья. А также хотелось бы еще раз сказать большое спасибо интернет-магазину фишки.я, который предоставил Samsung Galaxy J6 на обзор, так что ссылка будет в описании. Ну, а с вами был Димон, канал Всегитая, всем удачи, всем пока!